Всем привет! У нас на обзоре сегодня очередная новинка, новый китайский бюджетный седан с очень хорошо известным для нас именем Gilly M Grand. Лично у меня сложилось такое ощущение, что вот когда среди кучи новых-новых машин появляется автомобиль с названием, которое ты уже когда-то слышал, как будто он уже какой-то тебе более... вот какую-то уже уверенность он внушает. Хотя, может быть, он ничем и не отличается от других седанов, но как будто бы уже к нему какое-то большее доверие. Вот как раз, наверное, именно это и привлекает людей, которые очень много в комментариях пишут про разные BMW, Mercedes и прочие там известные марки, Volkswagen и так далее, потому что есть какое-то имя, есть какое-то доверие. И вот как раз конкретно вот с этим автомобилем у меня лично то же самое. И забегая вперед, могу сказать, что он мне реально понравился. Пока мы ехали сюда, я уже нашел для себя много плюсов. И вообще в этом автомобиле нашел что-то, то, что мне действительно подходит. Ребят, заранее хочу извиниться за то, что автомобиль у нас на тесте уже весь грязнющий, потому что ужасная погода на улице. Нам дилер дал чистую машину, но пока мы доехали до места, где можно его было бы снять, все испачкалось и машина как будто никогда не была на мойке. На сегодняшний день в России седаны продаются очень плохо. Не только там, я не знаю, Джилли, но и Черри, Амода и все седаны, которые вообще существуют, они продаются намного хуже, чем кроссоверы. Многие раскусили то, что кроссовер это удобно, это комфортно, это можно куда-то заехать. И стоимость у них не сильно различается. И каждый раз мы, обозревая новую машину, новый седан, понимаем, что он создан только исключительно для того, чтобы работать в каких-то службах, например, вот служба такси, потому что в такси почему-то на кроссоверах ездить не принято. И конкретно в этом седане мы прекрасно понимаем, что он создан примерно для тех же целей. Во-первых, он достаточно большой, очень много места в салоне. Здесь самые простые агрегаты, которые только можно. Здесь атмосферный двигатель 1.5, 122 лошадины силы. И самое главное, что здесь обычный классический шестиступенчатый автомат. И также есть версия на механике. Что еще нужно для обычной машины для такси? В базовой версии на механике автомобиль будет оснащаться уже кондиционером. То есть даже база подойдет для того, чтобы зарабатывать. Так как у нас это максимальная комплектация, оптика здесь полностью светодиодная. Очень интересно сделано в стиле новых джили. Дневные ходовые огни, как у Манжаро, раздельные полоски сверху. Нету противотуманных фар. Есть вот такая вот заглушка, потому что камеры 360 здесь также нет. Возможно, в китайской версии они есть. Но я, честно, даже в интернете не видел китайской версии. Мне нравится, что по сравнению с другими китайцами, джили стали намного качественнее собирать автомобили. Во-первых, вот такие вот разные мелочи. Резиночки, шумоизоляция, защита, пыльник. Все это уже есть. Мы много машин обозревали. И на разных машинах не хватает того или иного, или всего сразу. Для того, чтобы сэкономить, производитель убирает такие вещи. Ну и в целом, как будто к джили уже больше доверия. Даже если посмотреть на вот этот паз, куда вставляется, все это сделано намного качественнее. Это очень похоже все на европейские машины. Вот эта крышка. Все как-то собрано, как будто уже совсем по-другому. По сравнению со многими китайцами. Ребята, хочу поделиться с вами полезной информацией. В ближайшее время я планирую делать ТО на своем автомобиле. И если с маслом я еще разбираюсь, то с фильтрами я уже точно определился. И буду ставить фильтры от российского производителя Nordfield. Все фильтры соответствуют требованиям автопроизводителя в части установочных размеров, конструкций и фильтрующих характеристик. Очень важно, что Nordfield выпускает фильтры не только на известные автомобили, которые выпускались и продавались до 2022 года, но и на совершенно новых китайцев, которых с каждым днем все больше и больше. Подобрать подходящие фильтры вы можете на сайте Nordfield, а приобрести фильтры вы можете на любом известном маркетплейсе Ozone, E-Mix, Wildberries, Exist и прочее. Как и на всех современных автомобилях, здесь нету противотуманных фар, я не понимаю, почему вдруг резко все автопроизводители от них отказались. Само собой понятно, что свет светит хорошо, но как бы они не просто так называются противотуманные, как будто бы их предназначение понятно. Это у нас максимальная версия, здесь 17-е литые диски, немаловажно, что здесь сзади установлены дисковые тормоза, подвеска-балка, и по размеру производитель утверждает, что это C-класс, но честно, внешне он похож на Solaris, Rio, то есть по мне это автомобиль B-класс, как будто C уже немного более опционально другой должен быть. Очень непривычно то, что в максимальной комплектации нету хрома, казалось, что производитель на этом сэкономил, потом я перешел к задней части и увидел, что здесь он есть. Просто какое-то стилистическое решение, я не могу сказать, что мне нравится хром, честно, наверное, даже хорошо, что его нету, потому что со временем хром превращается в какое-то нечто некрасивое, если особенно он моется на современных мойках, там особо не парится никто с химией, и потом весь этот хром начинает некрасиво. Здесь сразу его нет, с заделом на будущее это неплохо, и как будто современнее смотрится машина без хрома. В последнее время тенденция такая. Сзади Emgrand выглядит достаточно современно, сплошной фонарь, логотипа нету, есть просто название, которое написано буквами, вот здесь есть кнопка, камера, разумеется. Багажник огромный, 500 литров, это такой достаточно большой плюс, но так как это седан, здесь узкий проем достаточно, даже вот честно, в этом плане уже седан очень сильно проигрывает. В последнее время мы видели, что многие производители начали делать лифтбэки, это современно, и как будто можно было бы уже потихонечку всем производителям отказываться от седанов. Я не знаю, но лифтбэк это все равно как-то комфортнее, удобнее пользоваться багажником тем же самым, потому что 500 литров, но не хватает. И самое, разумеется, просто, ну, это была бы не китайская машина, если бы здесь была бы ручка, но ее, конечно же, здесь нет. И закрывать приходится здесь куда-нибудь, что-нибудь вот за какой-нибудь болтик вот это берешь, и вот так это все делается. Очень важно тоже обратить внимание на то, что сиденья складываются в соотношении 60 на 40, есть машины в этом классе, которые либо складываются полностью в сиденье, а какая-то... А, в Jetta вообще не складывалось сиденье, тоже забавно. Здесь такой проблемы нет. Многие знают, что можно пригнать автомобили за границу, но не знают, как это сделать и в какую компанию обратиться. Делюсь с вами полезной информацией. Компания Автосендер с 2006 года занимается привозом автомобилей и мотоциклов из Китая, Японии и Кореи. Ребята привозят как новые автомобили, например, из Китая, так и автомобили с пробегом. У Автосендера есть представительства в Москве, Екатеринбурге, Ростове, Новосибирске, а все сделки осуществляются только по договору, комиссии фиксируются, а расходы прозрачны и отторжены на сайте. В описании я оставляю ссылку на социальные сети и сайт компании, там вы можете посмотреть огромное множество видеоотзывов, подобрать автомобиль для себя из наличия или под заказ и приобрести его. Сразу из-за особенности максимальной комплектации хочу указать на вот этот вот светлый салон. Это, конечно, очень непрактично, и я думаю, что вот такие вот синие джинсы, особенно новые, там, после пары стирок, будут очень сильно пачкать этот салон. В ближайшем будущем также нам дилер указал то, что будет устанавливаться черный салон, и могу сказать, что тканевый салон мне прям очень понравился. Мы его вставим сейчас в вставке и посмотрите, там очень хорошая плотная ткань. Ребята, обратите внимание, что подогрев руля здесь есть, и чтобы его включить, это не так оказалось просто. Я нажал один раз коротким нажатием, думал, что уже обогревается, просто нигде нет индикации. Потом пробую еще раз, он как бы не нагревается. Думаю, что за проблема. Оказывается, нужно вот так подержать кнопку, и только тогда он будет работать. Очень странное решение, и если менеджер вам об этом не сказал, то найти это будет сложно. Подумаешь просто, что сломается, сломалось и поедешь к дилеру. Мы настолько привыкли, что абсолютно практически во всех китайцах есть обогрев лобового, обогрев задних сидений, что его отсутствие уже рассматриваем как какой-то минус. Здесь не обогревается лобовое стекло, здесь обогревается только зона под щетками, под дворниками. Честно могу сказать, у меня были и автомобили с обогревом зоны дворников, и с лобовым. Конечно, лобовое немного практичнее. Дворники эти, они все равно замерзают, как ни крути. Задние сидения без обогрева, для меня было бы это вообще никакой не потери, потому что у меня была царата, я включал обогрев задних сидений два раза. Это когда я купил машину, я попробовал, и однажды что-то там пробовали еще раз, и все. То есть это такая опция, которая просто нужна ради опции. Также обогреваются зеркала, само собой, есть электропривод складывания, четыре стеклоподъемника. Климат-контроль здесь однозонный, но выполнен в стиле двухзонного. Смотрите, мы нажимаем климат, и у нас здесь, и здесь показывается температура, но она здесь одна. То есть если мы регулируем со стороны пассажира, то у нас везде она регулируется, и со стороны водителя тоже. То есть такое стилистическое решение. Вот китайцы они умеют, вот такая легкая пыль в глаза. То есть так вроде двухзонный, но по сути однозонный. Честно могу сказать, я это минусом не считаю, может даже это и наоборот для меня конкретно плюс, потому что эти две зоны, никто никогда этим не пользуется, в моей машине точно, потому что я люблю, когда все вот вровень. Я нажимаю всегда кнопку SYNC, чтобы все объединялось. Приборная панель здесь цифровая, но при этом она не цветная, монохромный такой, скажем так, экран. Никак не отторгает это, нет ощущения дешевизны. Все информативно, все понятно, и выглядит современно. Хочу отметить очень удобную форму руля. Мне нравится, как Джили делает в последнее время на современных моделях рули. Здесь есть выемки под пальцы, он достаточно такой выверенный по толщине, нету, то есть ощущения нету такого, что он слишком толстый, или наоборот. Удобно его держать, снизу скос, сама по себе кожа не дешевая, скажем так. Я думаю, что походит подольше многих конкурентов, и не шуршит, там так мерзко. На кнопках здесь управление обогревом руля, круиз-контроль обычный, не адаптивный, управление бортовым компьютером, и управление аудиосистемой. Мне очень не нравится в последнее время, как производители убирают вот эти вот шайбы регулировки громкости, их вообще практически нигде нету, это очень неудобно, и для того, чтобы отрегулировать громкость, тебе нужно это делать на руле. Вот этим вот флажком. Если сидит пассажир, а водитель куда-то вышел, и допустим играет громко музыка, и тут звонит телефон, нужно срочно все отключить, ты быстрее гидаешься, вот искать, где это вообще делать. Да, это все есть на руле, здесь есть и кнопка mute, чтобы отключить сразу все, есть и кнопка регулировки громкости, но это неудобно. Да, многие кнопки управления перенесены сейчас в центральный экран, как и на всех современных машинах, даже кнопки управления люком теперь здесь. Получается, мы нажимаем на машинку, здесь у нас появляются разные сноски, например, люк. Я нажимаю, и вот открыть, и он пошел открываться. Могу остановить, а, вот закрыть нажал, он остановился на том пути, где он был, на том месте точнее, где он был, и нажимаю закрыть, он у нас пошел в обратно. В принципе удобно, и честно говоря, и графика классная. Единственное, что, так как это люк, здесь нужно шторку механически закрывать. Здесь есть еще куча разных настроек, зеркала, автоскладывание при запирании, стеклоочиститель, снижение скорости работы переднего стеклоочистителя при остановке. То же самое с настройкой замков, фары, все то же самое. Провожающий свет, 30, 60, 90 секунд. Млечный путь, шторм, режим приветствия. А, кстати, здесь очень классно сделана анимация в оптике и спереди, и сзади. Мы обязательно снимем и покажем что-то современное. Не сказать, что это прям как-то нужно, но выделяет машину среди других. По самой аудиосистеме звучание здесь самое посредственное, как в каком-нибудь Солярисе, Рио, ничем не выделяется, ни хуже, ни лучше. Нету, к сожалению, CarPlay, Android, Auto, есть только своя программа, и производитель, точнее, дилер сказал, что производитель сделает когда-то это. Я в этом сомневаюсь. Честно, по Манжаро и по другим старшим моделям понятно, что Джиле развивает свою китайскую вот эту штуку, Carbit Link, и поэтому вряд ли когда-то здесь появится. на это лучше не рассчитывать. Но Bluetooth при этом есть, есть кнопки поднимать, класть трубку, можно разговаривать по Bluetooth. В принципе, этого достаточно. Могу сказать, что я в М-Гранде уселся очень удобно. Здесь большая широкая подушка, ноги не свисают. По наполнению неплохо, не такой мягкий материал внутри в подушке. Нет такого ощущения, что подушка просидится там тысячам к тридцати. Держит немного даже боковая поддержка. Сидение водительское регулируется, регулируется хорошо, регулировок много, опускается низко. Есть седаны бюджетные китайские, в которых не так низко опускается кресло. И что немаловажно, как обычно экономит производитель на том, что электропривод есть только у водителя, у пассажира его нет. Честно, в автомобиле такого класса в принципе можно было не ставить вот эти вещи. Я не знаю, кому это нужно, честно, мне не нужна регулировка. И я думаю, что ты один раз отрегулировал механически или с помощью этих кнопочек. Даже, наверное, пассажирском как будто нужнее, что ли. Там люди меняются, что-то делают. Ты, если за рулем особенно один ездишь, раз настроил, забыл. Руль регулируется по вылету по высоте, тоже немаловажно это. Во многих просто по высоте регулируется в конкурентах. Также, из-за особенностей центральной консоль здесь не парящей, нету беспроводной зарядки, нету USB Type-C, только есть розетка, обычный USB и две ниши. Но ниши, правда, отделаны хорошо, резиновый коврик. Сюда умещается любой телефон, и причем его даже можно этот коврик убрать и помыть. Так как это обычный автомат, селектор здесь имеет ход, то есть никак в том же самом манжаро у нас как джойстик это работает, а именно ход. Электронный ручник, автохолд, здесь большой огромный подлокотник, подстаканник, который, кстати, можно убрать и получается огромное вообще ведро такое. Он никак не охлаждается, снизу тоже есть мягкое что-то, материал какой-то, и здесь один подстаканник такой стационарный. Подлокотник не скрипит, никак не крепится, но при этом его нужно постараться еще поднять, нет такого ощущения, что вот он хлипенький какой-то или еще что-то, но мне не нравится то, что он светлый, я в принципе даже уже в этой машине с пробегом 179 вижу, что он здесь уже грязный. Это плохо. Что касается материалов, пластик здесь на торпеде, на дверях передних мягкий, сзади само собой он уже жесткий, здесь кожзаменитель, все это кстати не скрипучее и нормально сделано, собрано, хорошо, приятно, тактильно все это. есть нюансы, например, ручки пластиковые, они серебристого цвета, я думаю, что они сотрутся, если на этой машине ездят постоянно, тысячам к 100, они точно сотрутся. Также вот здесь на селекторе есть пластиковая вставка, она тоже станет некрасивая. Я вот эти вещи либо заклеил бы какой-то пленкой здесь и здесь, либо уже сразу какие-то принимать меры и там черным может заклеить, потому что здесь есть черный глянец. кожа на сидении не самого плохого качества, точнее, кожзаменитель, есть конкуренты, у которых она в разы хуже, намного такая более пластиковая, здесь все-таки материал не самый дешевый. Мне нравится, единственное, само собой, вот эта светлость, все это, конечно, будет быстро некрасиво. Сейчас пока все новое, классное, что на дверях, здесь такие выштамповки, все выглядит современно, выглядит красиво, но насколько это практично, да вообще не практично. Это прям клиент детеллинга вот этот постоянный. И здесь, мне кажется, никакие защиты, так как у нас есть магазин автохимии, я это все знаю, ссылку, кстати, я оставлю. Много мы с таким сталкивались, рассказываем, как это чистить, как за этим ухаживать, но не получится. Нужно чем-то покрывать. Я бы сразу купил даже вот эти чехлы из эко-кожи, они намного, да, они тоже некрасивые, но они будут выглядеть лучше, нежели кожа вот эта тысяча через 50. После того, как автомобиль покатался бы там с семьей, с водителем постоянно, который в джинсах и так далее. Хорошо, что руль хотя бы черного цвета. По шумоизоляции могу сразу сказать, что она мне нравится больше, чем в Солярисе. Я знаю как автомобиль не понаслышке, много ездил на новых, на старых, продавал их когда-то, когда был менеджером. Также сейчас я езжу на поло и могу сказать, что и по сравнению с поло шумоизоляция здесь неплохая. арки шумят, они шумят как в Солярисе, чуть меньше шумят в поло, но все равно шумят, сейчас еще зимняя резина, все это слышно и ненамного здесь отличается от всех привычных нам машин шумоизоляция. Есть огромный плюс, подвеска здесь настолько энергоемкая и настолько у нее как-то выверен весь ход, то, что на поло я могу сказать намного жестче подвеска, на Солярисе я уже что-то не помню как она кстати за рулем в общем не будем сравнивать с Солярисом могу сравнить с поло что она намного мягче заезжая в те же самые кочки на которых я заехал на поло и проезжая по тем же рельсам я чувствую максимально больше комфорта от этой подвески и она вообще работает намного приятнее и вот это наверное один из плюсов который я для себя в новом Гранде нашел да конечно по каким-то там рулевым характеристикам он может быть не такой как поло но точно ничем не хуже чем Рио и Солярис что касается динамики ничем она не хуже чем во всех привычных нам поло Рио Солярис и так далее да у конкурентов есть турбина но во первых староверы те кто боится турбин они просто могут радоваться потому что двигатель здесь атмосферный и это как бы и надежнее и сильно много турбина не прибавляет честно нормально едет эта машина никаких звезд с неба не хватает по динамике но и неплохо 125 лошадиных сил вес как у всех поэтому и ну едет не едет вот так то есть такая прям машина посредственная для такси для семейного человека такая бюджетная хорошая ну и последнее на что я обратил внимание из таких элементов удешевления здесь например подсветка одна такой интересный плафон светит хорошо ярко светодиодная но такой он один без каких-то лишних кнопок и отдельных включателей зеркало не подсвечивается у водителя у пассажира в принципе тоже хорошо что оно вообще есть ремни не регулируются по высоте по безопасности кстати здесь я насчитал 8 подушек ABS ESP и каких-то там сверх крутых современных датчиков адаптивных круизов всего этого нет все такое классическое привычное можно сказать бюджетное и честно мне в принципе кажется что и больше ничего и не нужно для этой машины все необходимое здесь сел сам за собой место здесь конечно впритык достаю до водительского сидения не упираюсь сильно в него то есть я не буду как-то мешать водителю но однако касание есть не так много места мне кажется в солярисе как будто плюс-минус так же точно не помню но знаю точно что в пол у меня чуть-чуть больше места по эргономике есть кармашки стеклоподъемники ручки с доводчиками крючок здесь два дефлектора которые регулируются кстати в разные стороны это тоже немаловажно каждый пассажир может настроить для себя обычный USB ненужная ниша она кстати выглядит очень странно максимум что сюда уместится это какие-то игральные карты пачка от сигарет наверное даже не уместится по толщине не знаю что туда можно положить но если какой-то мелкий предмет туда положить его еще и будет тяжело оттуда достать центрального тоннеля практически нету по центру сидеть будет неудобно потому что здесь вот как раз самое утолщение у сидения и будет прям так притык четвером конечно поудобнее потому что все-таки вот эта выемка она как-никак что-то решает из неприятнейшей особенности и элемента удешевления здесь нету подлокотника вроде бы менеджеры которые приехали с обучения поджили им гранту говорят о том что китайцы знают называют это проблемой и ее в ближайшее время будут решать по подголовникам они здесь есть очень интересно вот здесь вот выемка на сидении сзади под спиной она прям выпрямляет немного спину честно могу сказать что чувствуется как будто какая-то что ли такая анатомическая штука и спина ровно очень лежит удобно сидеть сзади пластик жесткий ну и все собственно вот эти ручки которые так же как и на передних дверях они будут все через какое-то время затерты ногтями они легко мне кажется поцарапаться потому что это крашеный пластик и такой вот он ну как раз такое не знаю даже как сказать в общем ненадежно вот это выглядит что можно сказать про джили м грант из конкурентов наверное это один из лидеров в моем так скажем списке мне он действительно понравился мне понравилось как он ведет себя на дороге то что он весь такой классический автоматы атмосферник реально поведение предсказуемое ничем не отличается от соляриса и рио по каким-то ездовым характеристикам по надежности я надеюсь тоже потому что гарантия здесь 5 лет либо 150 тысяч километров это очень много если так подумать цена на сегодняшний день у него примерно 2 490 с копейками не могу сказать что это дешево относительно цен которые были раньше но относительно цен которые есть сейчас это как будто нормально по комплектации есть все необходимое не хватает некоторых мелочей в виде темного салона потому что белое это конечно ужасно марка и что-то в остальном все соответствует классу автомобиля климат обогревы аудиосистема блютуз и прочие вещи есть задние дисковые тормоза в общем нормально автомобиль на тест нам предоставила компания Агат это официальный дилер джили в Саратове ссылку на них я оставляю в описании автомобили джили и м-грант и вообще в принципе весь модельный ряд джили есть у них в наличии спасибо что посмотрели это видео всем пока спасибо спасибо спасибо